Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня мы с вами отправимся во Францию и посмотрим удивительное место. Это скалы Этрета. Этрета это небольшой населенный пункт в Ла-Маншо. Таким образом он тут выглядит со спутника населения чуть более тысячи человек. Но славится замечательными такими пляжами. Прекраснейшими. Ну и конечно же невероятными скалами, которые мы с вами сейчас и рассмотрим. То есть сегодня не будет ничего такого необычного и сверхъестественного, как очень часто бывает на канале. А мы всего лишь навсего с вами побродим по вот этому побережью и посмотрим как выглядят вот эти вот все прибрежные здесь места. Ну а посмотрите, друзья мои, есть конечно же на что. Это и вот такие вот одиноко стоящие уже скалы. И конечно же это необыкновенной красоты вот эта знаменитая арка, которой и так славится скалы Этрета. Давайте посмотрим. Таким образом эта арка выглядит, но мы сейчас другие изображения, конечно же, посмотрим. Вот так арка просматривается издалека, посмотрите. Да, но самое удивительное, конечно же, ее полностью видно. Ну и вот все ее великолепие то и только тогда, когда наблюдается отлив. Посмотрите, как здесь сделано изображение просто невероятное. Такие вот останцы, которых уже очень хорошо подточила водовоздушная эрозия. А вот там вот высоко пролетает самолет, оставляя такой белоснежный вид. Конечно же здесь огромное количество отдыхающих, огромное количество туристов привлекают здесь вот такие вот виды. Ну как не посетить и не посмотреть такие вот замечательные, великолепные творения природы. Скалы, конечно же, достаточно отвесные. Посмотрите, вот эта арка со всех сторон просматривается очень великолепно. И с разных сторон, с разного ракурса она смотрится по-своему как-то необычно. Вот здесь, конечно, воды побольше мы видим, да, с вами. Вот арка не полностью видна. Для туристов организованы вот такие вот проходы. Прорублены прямо в скалах, посмотрите. Ну да, для безопасности, хотя можно было бы повыше сделать. Вот мы видели с вами, насколько все-таки здесь отвесные скалы и довольно-таки опасно бродить по всем этим местам. Хотя, если обратим внимание вот так, здесь непосредственно на берегу, то никакого ограждения вообще нет. Про безопасность, наверное, французы подзабыли здесь. Но, вот знаете, я почитал статистику, за сезон здесь погибает несколько десятых человек. Да, кто-то случайно срывается, кто-то заканчивает жизнь самоубийством. Вот такое вот великолепное место, с одной стороны, с другой стороны, достаточно опасное. Ну и трагичное, конечно же. Конечно же, это великолепие природы постепенно подтачивается водой. И вот уже на протяжении 100 лет, как наблюдают за данной аркой, ее толщина уменьшилась почти в два раза. То есть, ну, когда-то, наверное, все-таки вот этот вот перешейк здесь лопнет и все это развалится. Ну, а пока мы с вами можем все-таки созерцать это великолепие природы, давайте еще раз посмотрим самые впечатляющие изображения. Здесь, конечно же, есть вот и пещеры. Да, вот отошла вода, идет отлив, и, конечно, это все обнажается и довольно-таки неплохо видно. Невероятной красоты такие фото-зоны всевозможные, где можно сфотографироваться. Ну, а с Коптера, конечно же, виды получаются просто изумительные. Вот мы видим этот населенный пункт, городок небольшой, коммуна так называемая. Ну, а вот сами пляжи. Посмотрите, насколько они широкие, огромные. Съемки мая 21-го года тут довольно-таки свежие, но, конечно же, людей в мае, может быть, пока особо и нет. Хотя, вот, купаются, наверное, да? Или это на гидроциклах катаются? Наверное, гидроциклы все-таки. Да, виды футуристические, просто невероятные, очень красивые. Здесь просто без каких-то там дополнительных декораций можно снимать какие-то фантастические фильмы. Как будто бы это все не на земле. Вот мы с вами смотрели вот эту пещеру. Да, табличка, наверное, какая-то, что ли, стоит. Не знаю, что тут вход запрещен, опасно очень. Вот такой отлив произошел. И, наверное, вот кто-то зашел в пещеру, видно, и сделал фотографию непосредственно из этой пещеры. Почему вот вглубь пещеры нет изображений, это удивительно. Все равно же можно было там как-то подсветить, допустим, да, и сделать определенное фото. Вот так водовоздушная эрозия подтачивает эти камни, делает из них великолепие невероятное. Вот, честно говоря, вот это что, не знаю, не могу сказать, друзья мои. Ну, что-то, конечно, более современное сделано. Может быть, это какой-то дот, который сооружали во время войны. Это же ламанш. Смотрите, как смотрится этот закат на вот эти скалы. Ну, просто фантастически, не правда ли? Очень красиво. В принципе, конечно же, может быть, ролик не совсем характерен для моей тематики, для тематики моего канала. Но, знаете как, вот когда первый раз посмотрел, впечатление от этого, конечно же, просто невероятное. Ну, и решил, безусловно, с вами поделиться этим впечатлением. Посмотрите, можно тут чего-то тут как-то пофантазировать и сказать, да, вот тут тоже что-то вытачилось там, как-то делалось. Может быть, это вообще тоже человеческих рук дело. Нет, друзья мои, все-таки вот когда вода подтачивает, да, камни, скалы, то это достаточно неплохо видно. И понятно, что, да, на самом деле, это сделали воды годами, десятилетиями, тысячелетиями и миллионами лет. Они подтачивали эти скалы. Да, вот тут, можно сказать, вот смотрите, вырезали здесь, да, вот такой вот блок. Это же сделали люди, скорее всего, какие-то цивилизации. Да нет, все понятно и видно, что он, конечно же, вывлился просто-напросто, опять же, из-за растрескивания от воздействия воздушной эрозии. Всего лишь навсего, это четко просматривается. А когда следы, как я показывал в нескольких роликах, следы экскаватора, либо там других каких-то воздействий машин, то они тоже видны. И отрицать это просто-напросто невозможно. Ну, а здесь вот такие великолепные открываются пейзажи. Посмотрите, какой все-таки мощный отлив, насколько вода уходит далеко и как она близко потом подходит сюда. Вот она формирует рельеф данных скал. Гордые чайки ходят. Ну, а вот что касается туризма. Довольно-таки неплохо людей. Ну, опять говорю, защиты фактически нет. То есть сюда вот проход как бы закрыт, наверное, опасно пройти. Хотя, ну да, наверное, сюда люди пробираются. Но, в принципе, защиты никакой. Все это в любой момент может обрушиться край и полетишь туда дальше. Шансов, конечно, на выживание здесь никаких. Но я понимаю, что люди приходят, фотографируются для селфи там и в дальнейшем лайком. И чего только не сделаешь. Хотя это очень-очень опасно, конечно же. Есть такие проходы. Довольно-таки скромно по поводу безопасности, хочу сказать. Нет предупреждающих табличек никаких. Ну, Франция, Европа вроде бы. Все для людей. Но я бы не сказал так. Вот так вымывают такие вот пещеры. И они уже подводные, конечно же, будут. Это просто вода отошла. Приливы и отливы делают тоже свое дело. Здесь вот, конечно, мне не совсем ясно было. На самом деле, вот такой проход в скале это прорубили уже современные люди. Либо это было. Может быть, в древности здесь все-таки было какое-то поселение. И прорубали этот вход уже не современное человечество, а именно древнее. Но, к сожалению, никакой информации по этому поводу я так и не нашел. В основном все рассказывают про вот эту вот арку невероятную, которая открывается лишь при отливе воды. Ну и, конечно же, много посвящено именно невероятным вот таким закатам. Вот вид снотровой площадки, которую мы с вами видели. Здесь август 2019 года. Вот теперь посмотрите на пляж. Просто забит, да? Сколько людей здесь отдыхает. Я думаю, очень теплая вода. Такое спокойное море. Очень тихо. Посмотрите, как вымывает вода вот эти вот прибрежные скалы. Вот она уходит, потом подъем воды идет на какую высоту. Ну вот сказал, нет предупровеждающих никаких знаков. Есть вот человечек такой скромный знак, чтобы он сюда не проходил. Ну, наверное, только единственный и все. Да, конечно, повезло французам полюбоваться вот такой невероятной природой. Но хочу сказать опять, те же виды в нашем Крыму, они ничуть не хуже. Вот посмотрите при приливе, как вода заливает эту арку. То есть скрывается полностью. Вот это приход воды. Интересно, как здесь по побережью, насколько она поднимается тогда. Очень интересно. Ну вот, по левой стороне арка, по правой стороне мы смотрим. Скалы хорошо обточены уже водой. Ну, а вот тут опять август 2020 года. Вот так забит весь пляж. Ну, а почему бы и нет. Замечательное место, красивое место. Смотрите, вот там на горе сколько тоже людей поднялись. Здесь фотографируются, рассматривают, любуются побережьем, любуются морем. Конечно же, очень здорово и красиво. Ну, а здесь изображение самого города. Арка поближе. Ну, вот такие вот замечательные виды мы с вами сегодня рассмотрели, друзья мои. Понравился вам или нет, напишите в комментариях по поводу этого места. Мне очень понравилось. Я бы при возможности, конечно, с удовольствием здесь побывал. Ну, а на этом, друзья мои, я буду заканчивать свой небольшой такой и необычный сегодняшний видеоролик. Надеюсь, он для вас был немножечко интересен и хоть чуть-чуть полезен. Пишите комментарии по всему тому, что вы увидели. Ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на канал. Впереди у нас будет много чего интересного.